Приветствую вас. По поводу того, что я думаю насчет молодого человека вашего, я могу сказать так, что у него однозначно есть к вам чувства, однозначно вы ему не безразличны, это так, но вряд ли эти чувства любовь, то есть я хочу, чтобы вы поняли меня правильно, он вам дорог, вы ему дорогие тоже. Но для мужчины, именно для мужчины, то что происходит может быть синдромом, синдромом незавершенного действия. То есть, мужчина хотел с вами быть, мужчина хотел с вами сблизиться, вот, но он не смог этого сделать по ряду причин, да, мы сейчас не будем говорить о том, какие именно эти причины, но он не смог с вами сблизиться. Вы его только оттолкнули, вы его отклонили от себя, вот, и мужчину это мучает, мучает его именно то, именно то, что у него не получилось с вами. Может быть, может быть, может быть, может быть, просто не получилось у него с вами сблизиться, например, такое, в общем, тоже может быть. Ну вот, и это стимулирует мужчину к тому, чтобы вести себя так, как он себя ведет сейчас. Ладно. Потому что, если бы это была именно любовь, то мужчина ввел бы себя по-другому. Я не уверен, что могу вам говорить о том, как именно он себя вел бы, но то, что он вел себя по-другому, это совершенно очевидно, совершенно точно. А он бы не женился, а если бы даже женился, то развелся бы уже давно, вот. То есть, именно искренность его чувств здесь под большим вопросом, на мой взгляд. Именно искренность его чувств, то, что он вами дорожит, это действительно так. Но вопрос в том, насколько это ориентировано на вас, а не на него. Не на него самого. Вот. Заметьте, что мужчина, он по факту говорит только то, что, мол, вот, я живу в прошлом, я живу воспоминаниями, какими-то, но я от своей жены не отказываю, что говорит мужчина, что я не отказываюсь от своей жены, что я не собираюсь разводиться. Вот что мужчина-то говорит вам по факту. Понимаете? Я не собираюсь уходить, я не собираюсь, значит, становиться свободным для, например, тебя. Он говорит просто, что у меня воспоминания, вот, это именно воспоминания. То есть, он прав, он живет воспоминаниями, но воспоминания это ностальгия. Понимаете? Ностальгия. Это память о человеке. Это память о том, какой, какой был человек. Ну, вот, в определенный момент времени, в определенный момент жизни. И ваш мужчина, к сожалению, не ведет себя так, как будто он принимает вас, вот, сейчас, такой, какая вы есть. То есть, он как будто живет теми воспоминаниями, которые вот были тогда, которые были в то время. Он живет тем, какой вы были тогда, в то время. Понимаете? Понимаете? Вот. Ну, так, по крайней мере, похоже. Он не принимает вас, не принимает вашу позицию, не принимает ваши, ваши желания. Человек, действительно, вот, действительно, да, не живет, реальностью не живет, значит, не живет в будущем. А чтобы построить отношения даже с вами, ему нужно жить именно в будущем. Ему нужно направлять свою энергию в будущее, даже если он хочет быть с вами. То есть, что это значит, да? Это значит, что, грубо говоря, в мужчинах, мужчине, точнее мужчине, нужно смотреть на вас настоящие, а вы изменились. А мужчине, вы настоящие, скорее всего, не нужны. Потому что он помнит вас такой, что и помнит. Вот так, вы ему нужны, а настоящий нет. Потому что он молчит. Вы не понравились ему. Вот. И его чувство ностальгии, оно, по сути, будет проявляться все время, даже если вы сблизитесь. Понимаете? Вот. Поэтому вам нужно понять для себя этот момент. Понять для себя этот момент и либо принять его, либо рискнуть. Но тогда вы можете обречь себя на постоянные разговоры о прошлом, на постоянные обсуждения обид и на, по сути, делать торможение вас человеком. Вот. Поэтому я думаю, что если мужчина и испытывает там чувство, то они не имеют ничего общего с настоящим. Другой момент. Другой момент. Другой момент. Другой момент. Вы говорите о том, что в детстве вы по нему сохли. Ну вот в тринадцатых лет, ну в четырнадцатом тринадцатом лет, вы по нему сохли и не рассказывали ему о том, что вы чувствуете. То есть вы не говорили ему о своих ощущениях, вы не говорили ему о том, что вы испытываете к нему чувства. И здесь важный вопрос. Почему? Почему вы не говорили ему о том, что вы чувствовали? На мой взгляд, именно это и есть проявление вашего страха перед отношениями, о котором сказал мой коллега. То есть вы чувствуете, у вас есть чувства, у вас есть эмоции по отношению к человеку. Это нормально. Это хорошо, что есть чувства. Это здорово, замечательно, что есть чувства к человеку. Но вы почему-то их не выразили. Вы почему-то о них мужчине не сказали. То есть вы не принимали своих чувств, вы не принимаете своих эмоций, вы не принимаете своих, ну, своих желаний, может быть. Вот. И сейчас у вас, как я понял, мужчины нет. Вот. Но при этом, при этом, да, при том, что вы не говорили ему о своих чувствах, у вас есть на него обида, что он вам не ответил взаимностью. Смотрите, какая история. И вот здесь, вот здесь, на мой взгляд, тоже очень важный момент. Дело в том, дело в том, что у вас возникают ожидания, получается. То есть, что я, например, хочу быть с этим человеком, я хотела бы быть с этим человеком, но я, допустим, не смогла с ним быть, да, я не сказала ему о своих чувствах, но я хотела, чтобы он их увидел. Потому что в институте, когда вы учились, вы ему рассказывали о своем парне и так далее, подростковые чувства у вас уже ушли, как вы говорите. Но, понимаете, вы ведь рассказывали о парне своем не просто так ему, а, скорее всего, именно потому, что вам было неприятно и вам было, ну, знаете, была такая мстительность в этом, в том, что вы рассказывали ему про парня своего и так далее. Ну вот. То есть, с вашими чувствами происходит такая довольно интересная метаморфоза. Сначала вы говорите о том, что вы его любите, потом вы говорите, что чувства ушли. А после этого, значит, после того, как чувства ушли к молодому человеку, да, и когда он начал проявлять себя по отношению к вам, вы его стали принижать. Ну вот. Просто так ли это? Совпадение ли это? Ну, если честно, я так не думаю. Я не думаю, что это совпадение. Вот. Другое дело, что, опять же, какие причины у этого, вот, можно только гадать. То есть, скорее всего, у вас действительно есть запрет на близость с мужчинами, и вы боитесь этой самой близости. Но самое главное, самое главное, что вы не принимаете свои чувства, вы не прислушиваетесь к своим чувствам, вы не выражаете свои чувства. Вот. Знаете? То есть, вы не искренне в том, что говорите мужчине своему, например. То есть, вы говорите, почему ты написал мне, там, грубо говоря, с левой страницы. Но ведь волнует вас не это наличие жены, да? И вы не сказали ему об этом, что вас волнует именно наличие жены. Почему? Потому что, так же, как и в подростковом возрасте, вы не можете выразить свои чувства. Вы не выражаете своих чувств. И вот у этого, у того, что вы не выражаете своих чувств, есть причины. Какие причины? Это уже вопрос немножечко другой. То есть, с этим нужно разбираться, да? Вот. Вы, ну, однозначно, вы не принимаете себя. Вы считаете, что чего-то у вас быть не должно. Вы считаете, что чего-то вы недостойны. Вот. Чувства ушли у вас по вашему, ну, по вашим словам, чувства ушли. Вот. И однажды молодой человек вам написал, да? И вы стали с ним общаться. И вновь появилась вот эта вот теплота, да? Какой-то контакт и так далее. Что можно здесь сказать? Ну, во-первых, можно сказать так, что дело не в контакте, да? Дело здесь не в связи между вами, а дело в том, что вы находитесь, находились в определенной ситуации для себя. То есть, вы находились и находитесь в определенной ситуации, в ситуации, когда у вас, возможно, есть эмоциональный голод. Я, опять же, я не знаю, может быть, эмоционального голода у вас нет. Может быть, вам видит что-то другое. Например, именно сейчас вы испытали страх, допустим. Страх, что мы сейчас подумали об этом. Не знаю. Но то, что у вас, э-э-э, вот ваше эмоциональное состояние повлияло на то, что вы с молодым человеком сблизились, это однозначно. То есть, дело здесь совсем не в том, что это, что у вас сохранился контакт. Дело в том, что тогда вы были готовы к, значит, тому, чтобы от него уйти. Ну, может быть, потому что у вас был парень, э-э, другой, и, может быть, потому что вы получали то, что вам нужно. Вот. А сейчас у вас ничего такого нет. Сейчас вы не получаете то, что вам нужно. Сейчас вы, э-э, одна, как я понял. И чувства сразу появились к нему. Потому что он, э-э, как бы, может дать вам, э-э, того, что вы хотите, то, что вам нужно. И поэтому у вас к нему возникло влечение. То есть, вы даже не задумываетесь о том, что у него жена, вы даже не задумываетесь о том, что, э-э, он, в общем-то, ничего не собирается делать для того, чтобы быть с вами, да, но не собирается разводиться со своей женой и так далее. Знаете, какая история? Вот. И, вот, этот момент является ключевым на самом деле. Ваши потребности, ваши желания, ваши эмоции. Вот это является ключевым здесь, понимаете? Может быть, вы боитесь эмоциональной близости. Может быть, вы просто в чем-то нуждаетесь. Может быть, вы, э-э, считаете у себя недостойные отношения. Это действительно, э-э, значит, нужно выяснять. Но, э-э, то, что когда, э-э, мужчина был готов, э-э, проявить к вам, э-э, значит, эмоции, да, проявить к вам какие-то чувства, вы не приняли их. Но при этом страдали перед этим, говоря о том, что ваши подростковые чувства прошли. Ну, окей, если подростковые чувства прошли, то, э-э, ладно. Но они же могли пройти по-разному, ну, по разной причине. И вы могли бы просто попробовать, э-э, с ним построить отношения, ну, просто попробовать. То есть, просто начать встречаться, посмотреть, как получится и как, чего. Но вы этого не сделали. Вы, наоборот, стали рассказывать мужчине о том, что у вас есть парень. Вот. Вероятно, вы и знали, что с этим парнем у вас ничего серьезного не будет, ну, вот с другим. Ну, вот. И рассказывали специально, э-э, молодому человеку об этом именно для того, чтобы он понял, что, что потерял. Вот, понял, что потерял. И вот это, мне кажется, у вас, э-э, есть, э-э, в поведении. В поведении с людьми у вас вот этот, этот момент есть. Что, как бы вы говорите людям, ты поймешь, э-э, что ты потерял. Но будет уже поздно. То есть, я уйду в этот момент. И вы, вероятно, так и хотите, чтобы люди поняли вашу значимость. Отсюда я делаю вывод, что вам не хватает собственной значимости. Вот. Что касается, э-э, свадьбы. Да, то есть, почему мужчина, э-э, так быстро, ну, поженился, да. Э-э, это связано с тем, что человек пытался вас забыть. Это не самый такой лучший способ, конечно, конечно, это сделать, да. То есть, клин-клином не вышибают. Э-э, но, тем не менее, он это сделал. То есть, я не думаю, что он любит свою жену. Э-э, я, ну, я не думаю, что он любит и вас. Потому что жену он не любит, э-э, в силу того, что она просто средство. А вас он не любит в силу того, что, скорее всего, та девушка, которую он помнит, да, ее уже нет. И если вы, ну, совсем другой, другой человек. Да, чем-то отдаленно похожи на нее, на ту девочку. Но, совершенно не, совершенно другой уже. Совершенно другой человек. Вот. И, когда мужчина это поймет, и когда вы увидите, что перед вами, ну, собственно, другой человек уже. Не тот, который вы помните. Я полагаю, что между вами, ну, либо все закончится, либо вы опять станете друзьями, потому что, ну, потому что никто не отменял, э-э, того факта, что вам, что вам хорошо друг с другом, что вам хорошо, э-э, друг с другом взаимодействовать и так далее. Никто не отменял этого факта. Либо вы станете друзьями, либо вы разойдетесь. Вот. Но, практика показывает, что, э-э, вот, вот, из отношений, которые начались с подросткового возраста, э-э, мало что происходит хорошего. Я вам даже больше скажу, что отношения, которые начинаются с восемнадцать лет, да, э-э, лет так через пять уже, э-э, вступают в, э-э, ну, в полосу проблем, в полосу кризисов. Вот. Потому что, ну, такая, такая ситуация. Такая история. Вот. То есть тут много разных факторов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, э-э, я еще раз резюмирую, что мужчина пребывает в ностальгических чувствах. Вот. И его ностальгические чувства, они, э-э, видите как, он говорит, испытывает раздвоение личности и чувствует, но не идет специалистом, потому что они считают, что он не, э-э, что они ему не помогут. Он считает, что они ему не помогут. Но возникает вопрос. Нет, он считает, что они ему не помогут. То есть это специалист тогда. То есть человек не хочет выходить из своего состояния. Ему нравится его состояние. Ну, по разным причинам. Давайте не будем говорить о том, э-э, по каким причинам. Да, это другой человек, как бы, мы о нем, я точно о нем не могу судить. Вот. Но он не хочет выходить из этого состояния. Он много говорит о зоне комфорта. Так вот, зона комфорта не в городе. Знаете, он уехал из города, потому что ему было там некомфортно. А когда он уехал из города, он начал идеализировать город и, соответственно, идеализировать вас. Так работает ностальгия. Если не хотите, я вам, э-э, подробно объясню, как, как это работает. Вот. Ну, если хотите. То есть я здесь вас не заставляю. Если действительно интересно, то могу это рассказать, могу объяснить. Вот. Вот такая история. И человек, который ностальгирует, он не может воспринимать адекватно реальных людей и реальные обстоятельства. Вот. Вот так. Поэтому я рекомендую вам, э-э, знаете, э-э, о молодом человеке особо не думать, да, да. То есть, э-э, если вы хотите, вот, если вы испытываете чувство, ну, вот, как бы, что жена у него, вот это все, э-э, напишите ему. Так и скажите. То есть начните с того, чтобы выращать, выращать свои чувства искренне. Так, как они есть. Не так, как, э-э, нужно говорить, да. А так, как они есть. И если вы не можете, это уже другой вопрос. Если вы не можете, если вы не можете, то у этого есть причина. Причина, по которой вы не можете. И с этим нужно работать. Но работать отдельно. Понимаете? Вот. И если вы не можете, э-э, говорить о своих чувствах. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. А, если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. А, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.